Сегодня православные верующие отмечают праздник обретения мощей Серафима Саровского в честь святого. Построено много храмов. Один из них находится на территории Волгоградской исправительной колонии номер 9. Праздничное богослужение там провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Подробнее Левтин Евтушенко. В небольшом храме преподобного Серафима Саровского всегда много прихожан. Осужденные 9 колонии богослужения стараются не пропускать. А 1 августа память преподобного Серафима и престольный праздник для храма здесь один из самых почитаемых. По традиции встречают гостей. Сегодня особенных. Одной из обязанностей архипаста является обещание о тех людях, которые находятся в темнице, в обителях скорби. И вот в этот день мы совмещаем нашу молитву и попечение этих заключенных. Святая Церковь, осуждая грех, сострадает человеком. И мы понимаем, что каждый из нас грешник в той или иной степени. Но наша задача помочь человеку с грехом справиться. Такую духовную помощь осужденные принимают с радостью. Храм на территории колонии открылся в 1996 году. С тех пор, согласно расписанию, утренние и вечерние богослужения. Ежедневно их посещают десятки заключенных. Очень сильно влияет на осужденных, которые только приехали в колонию. После первого посещения сразу видно по поведению. И мы стараемся этому не препятствовать, а наоборот развивать это, скажем так, направление деятельности. Они начинают осознавать по-другому свое нахождение в обществе и стремятся уже к тому, чтобы обратно вернуться в семью, обратно вернуться в общество. Многие здесь не просто присутствуют, но даже помогают вести службы. Виктор Кириченко уже почти полгода староста храма. В порядке старается держать не только молельную комнату, но и свое душевное состояние. Молимся. Вспоминаешь все свои грехи, я много уже прожил в этой жизни. Это считаю, но думаю, как бы очиститься от всего этого и посвяти себе Богу. Православных верующих в колонии около трехсот. Большинство из них признаются, любовь к Богу появилась уже здесь, вместе с осознанием прошлых поступков и раскаянием. Так считает и Александр Приходченко. Тексты большинства молитв знает наизусть. Богослужение старается не пропускать. Ведь, по его словам, здесь по-настоящему ощущаешь себя человеком. Умиротворение, спокойствие, поколение чувствуется такое в храме. Ну, чувствуется как бы здесь присутствие святых людей, которых, к сожалению, мы не видим на своей греховности. Православные верят. Преподобный Серафим Саровский помогает во многом, в том числе справится с отчаянием. Прекратить душевные страдания и, что особенно важно для заключенных, встать на верный путь. Но здесь знают, главное действительно захотеть измениться.